Всем доброго утра. У нас сегодня Дезаветин день рождения. Мы тут подготовились уже. В 11 придут её гости. Две девочки всё-таки смогли. Никуда не уехали. Ну, плюс наши бабушки. Вот. Мы с Катей и папой подготовили подарки. Сейчас я вам покажу, что мы будем дарить Бизе. Вот это вот большая коробка со сладостями. Холодная, потому что она лежала в морозилке же всё. Вот. Это будет Дарит Катя. Она выбрала. У нас лежит подарок от бабушки Светы. Павербанк. Подарок от бабушки Наде. Умная игра. И кубик. Она, правда, сама ещё не знает, что она дарит. Но как бы это. Подарок от папы. Подарок от меня. Подарок от Михаила. Ну, и ещё дополнительный подарок, потому что все подарки были уже куплены. А Лиза вдруг сказала, мама, я знаю, что я хочу. Книжку Кира Балычёва. Поэтому ещё три книжки Кира Балычёва. Решили не делать пиццу самостоятельно. Потому что на самом деле мне неохота делать тесто. Мы ленивые. А Саша признался, что ему и жарить ты неохота. Ну, у него сегодня просто не ночной, а цепной, поэтому. А у меня это недавно только вот закончилось. Вот, поэтому мы ленивые. Мы с Сашей закажем пиццу. У меня не надо закончить экзамен, я хотела бы отдохнуть. Короче, никто не хочет работать. От сюрприз-бокса сохранили. И, возможно, Лиза решит, что это сюрприз-бокс. Но это правда сюрприз-бокс. Там куча сюрпризов. Лиза ходит, нас донимает. Когда подарки, когда подарки? А мы ей ничего не даём. Так, давай-ка, знаешь, что сделаем? На стол скатёрочку? Не-не-не. Тряпочку нашу, давай. Мне помочь. Нет, давай вперёд. Мне помочь. И столчики собирай свой. Семь человек, семь студиев должно быть. Не-не. Давай-давай. Куда ты пошла? Я не знаю, где они находятся. Не психуй, вон наверху лежит. Прекращай. Какой ещё скатель? Вот тут жёлтая, белая. Ну, моя любимая штора. Используется всем в качестве скательки. Пазлы. Это разве что? Это штора, вообще-то. Изначально это была штора. Можно блестящую постелить мою тучку? Нет, лучше тогда вы шарите. Лучше эту, её стирать проще. И семь студиев. Так, картошку я дожарила. Сейчас это... А теперь, короче, начинки, которые я накупала, сделаем в другой день. Мальчики с утра чинят нам свет. Наконец-то. Это я уже сколько порвалась. Он шайбочку ищет. Нет, солнышко, это не шайбочка. Вот эту, знаешь, пластинку. Вот так. Возьмём, что-нибудь подберём. И надо закрепить вот эту штуку, чтобы она там лежалась. Эта пластинка. Одна с трогановым болтиком прикручим, а с второй с троганом чём-то прижать надо. Давай, Мишка. Посмотрим, чем. Я же его сделаю. Меня пофиг. Вот эта есть. Я думаю, вот такая пойдёт. Да. Маленькая. Возьмём вот так. И вот так прижмём, да? Можно? Можно? Твой конструктор, Миша, будет нам дарить свет. Нет. Да. А Миша будет гордиться. Паке помог. Да? А? По-моему, он не особо впечатлил. Да ладно. Всё, он впечатлился. Что делает наша именинница? Именинница! Привет! Она играется под шумок. Какой шумок сама решила? Я знаю. Она просто ходила и подглядывала. Поэтому мы её отправили. Да, потому что ты не хотела. Мы поехали за тортиком. За сушами. И за пиццей. А ещё нам дождь испортил все планы. В планах было ещё два сюрприза Лизина сегодня. А завтра будет дождь? Нет. По-голу. Короче, решили, что будем переносить сюрпризы на завтра. Потому что в планах было свозить её на Шапсугу, прокатить на лошадях. И чтобы Саша прокатил её на мотоцикле. Дождь, с самого утра. Скажи привет. Привет. Вы прямо в эфире. Всё, норма. Завтра облачно. Дождя нет? Дождя будет до вечера, нет? Да, да ты... Сколько там? А завтра мы что будем делать? Садиковским этим заниматься? Да, да. Как раз с утра отвезём Мишку, обсудим с воспитательницей, можно ли менять размер, да? И, наверное, сначала сюрпризы реализуем, а потом начнём заниматься, да? Да, Саш? Угу. Ты будешь цветочек покупать, Лизина? Ну, вроде надо. Надо? Надо, надо, надо. Так, куда едем? Сначала за тортиком? Да, ещё рано. Сначала надо выбрать тортик? Потом цветочек, да? М? Сначала же? Тортик, пособи. Цветочек. Пидорой. Пидорой. Это что было? Без лишних поворотов налево. Ты прям как Миша. Он тоже мне всё жестами объясняет. Без лишних поворотов налево? Ты что-то имеешь против поворотов налево? Вчера такой был классный этот... Салют. Я не знаю, что из чего так. На день молодёжи будет салют? Я хочу салют. Такой офигенный... Молоденький МЗ на работе. Офигенный фейерверк вчера был. Я не знаю, что они в этом будут делать. Вечером. Я его словила. Будут они устраивать, ну? Лучше мы рабочему подарили по 3-4 тысячи. Кто из нас на МЗ работает? Пока молча. Будут, наверное. День молодёжи же не отменяют. Значит, и этого будет. Нет. Праздновать уже можно. Сняли этого граница. Значит, будет. Или что, у завода денег нет? Блин, милица. Сейчас ситуация сложная. Но это вроде как из профсоюза. Да по идее будут. Не было празднований из-за того, что нельзя было массовое сборище организовывать. Поэтому отменяли. Просто в июле... Какого? 18-го, наверное? 19-го? В июле праздник... Это день Металлурга, когда, короче. АМЗ устраивает праздник. Приглашает каких-нибудь этих артистов, которые нам тут поют. Целую концертную программу. Вот. Но салюта не было никогда. На день Металлурга, насколько я помню. Салют был на день города. Я не помню салюта. Ну, короче, вот. А мне жизненно необходим салют. Я обожаю перверти. Ой, ой. Пробки. Все пошло не по плану. Я хотела взять шоколадный торт, но его нету. Поэтому взяли йогурт тоже шоколадный. Но он совсем другой. Но думаю, что Лизе понравится. Смотрите, какая у нас красивая тут композиция. В прошлом году такого не было. Бочка, из нее цветочки вывалились. И васаби. Собственно. Где мы суши-пиццу и собираемся купить. Бабушки уже пришли. Одна из гостей пришла. Вторая, наверное, придет, пока нас нет. Вот. Сейчас будем праздновать. Покажи. Ну, покажи. Я же сейчас снимаю. Вообще-то. Мы взяли лиски от папы. Розочки. Фиолетовых роз не нашлось. Но зато нашли вот такой шарик. Я думаю, что не заоценят такой шарик. Ну, и забрали суши с пиццей. И забыли свидетельство о рождении Лизкина, как доказательство того, что ей полагается подарок. Они говорят, давайте хотя бы фотку свидетельство. Мы давай звонить Саше всем, кто дома находится. Детям, бабушкам. Никто нам не ответил. Я вспомнила, что у меня всегда с собой медицинские полисы. А там лизин день рождения указан. Поэтому выкрутились. В машине пахнет пиццей. Сушами. Хочется кушать. И я за свечками. Лизке 13 лет. 13 свечек. Слышала про свечки? Слышала? Мама блогер. Я знаю. Можно идти. Я слышала про свечки. А что, ты Платья уже сняла? Да. Ну, ё-моё. Я даже заснять не успела. Я даже заснять не успела. Я к вам не стала лезть. Удобно. Ой. Ой. Еще сюда. Ага, Сеня. Лиза. Ой. А, Сеня, Лиза. Для вразделия, Лиза. Она в шоке, папа. Лиза, прочитай, что на шарике написано. Чемпион. Семпион. И что? Продолжаем эту славную начатую традицию подарков? Пока мы готовимся, ты позвони Насте. Ага. Я думаю, шарик можно отвязать и пустить наверх. А для розочек сейчас придумаем. У нас недостаток ваз. Ага. Так. Из чего можно сделать вазу? Это ты унеси пока. Унеси. Саш, а сюрприз второй вручить не хочешь? Какой? Это что ж сюрприз? Она ж про них не знает. Ой. Просухший. Позови ее. А то тут уже Катя сюрприз портит. Может мне тоже принести сюда? Виза. Это была часть сюрприза от папы. Да? Да. Иди сюда. Сейчас. Алика сам. Давай. Без Визы. Без джай. Так идите вместе. Поднем. Уже пора выходить. Уже скоро кушать будем. Потом мы от вас отстанем. Ладно. Подходи. Ага. Атюша. Иди. Подарок дополнительный. Целый ролл. За день рождения. Стой. Аккуратно. Наверное, смотри, что это колески есть. Ну, теперь всем можно садиться за стол. А мы с Катей пока всем поможем. Пойдем. Садитесь пока все. Так, нам надо с тобой это. Как это все пронести? Надо всем тихушечку раздать. Все. Всех подготовила. Пошлите. Кто первый хочет? Миша? Да. Давай, Миша. Ты первый. А я и снимаю подарок здесь. Риза, с днем рождения. Подарок от Миши. Ну, доставай, доставай. Мы все на тебя смотрим. Краски. 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 Какие шикарные краски от Миши тебе, да? Какие краски? А? Это акварель. Это акварель. Громадная акварель. Я иду вам, чтобы... Это мой ход, да? Это на лето. Мы надеемся, что ты нарисуешь много картин. Кто следующий хочет? Давайте бабушка. Бабушка ближе. Давайте бабушка ближе. Это тебе, чтобы всегда быть на связи. Ну, давайте помочь. Держи, пошли. А тебе я дарю рай. А-а-а. Это что? А ты посмотри, там не рай. А ты посмотри, там не рай. А ты посмотри, там рай. Там не завязано, да? Просто раскручивать. Ты со мной согласишься, что это рай. Это не сюрприз. Бокс, Лиза. Ты же видишь, что он упакован мною. Они... Они ее. Я только сейчас заметил, как... Что бантик мой, да? Да. Так я все равно догадываюсь. Зачем? Она, может, ждет тут. Ну, так там сюрприз. Ты думаешь, она знает, что там? Как ты думаешь, что там? Поняси. Ну, что бы ты хотела? Ну, что для тебя рай? Она не знает. Она не знает. Открывай. Придется рвать. Я сильно заклеила. Давай. Она может ждать. Ну, супризбокс. Авокадо. Это авокадо. Там были всякие авокадо-штучки. Разрывай, разрывай. Ну, разрывай. Я хорошо сильно это. А тут коробка. А тут папа на 300 компьютерах. Тих, ну, как будто ты занимаешь. По частям к 18-летию компьютер соберешь. На этот материнский слава, на следующий жесткий диск. Складывай на стол. На пиццу положи. Да не отрывайте до конца. Она откроется. Давай мусор уберем. Ну, прям. Ну, положи, положи ее. Открывать надо. Красиво. Положи ее плашмя. На увесистая, да. Ну, поройся немножко. Миша больше восхищен. Лиза просто не ожидала. Можно я буду следующей? У меня рука уже сзади отвалилась. Пожалуйста. Давай, бабушка, бери подарок, пока у меня рука не отвалилась. Тихо, аккуратно. Мишка, аккуратно тоже. Мне интересно, что это за хуже клювыка. Ты тоже туда. Кубик рубит. Смеси его. Похоже на 200 куб, да? Не знаю. Что такое 200 куб? Вообще-то ты, по-моему, мне его дарила. 200 куб? А, ну ладно. Будем считать, что ясно. Тот, который я почему-то обзывала свитику. А, смещенный тот. Поняла. Я поняла, кто такой свитик. А я ничего не поняла. Я здесь, Вик. Все, запутала. Теперь Лиза, еще не все. Видишь? Что это? О, Алис, ну. Я вас. А, это что? Это вот. Нот. А, ну не только упрямлять, забивать тоже. Да? Ну ладно. Спасибо. Все, хватит? Подарков хватит? Ну, хватит или нет? Мне интересно, твоя лень. Подарков никогда не бывает много. Хватит или нет? Мне подарков никогда не бывает много, но этого тоже нормально. Хватит, да? Ага. Ты явно просто так, когда не спрашиваешь. Папа начал, папа и закончит. Заколебались. Провода ремонтировать. Поэтому без проводов. Да? Ты че такой? Это наушники меньше беспроводные. А. Вставил в уши и все. Беспроводные. Коробочка такая большая. А ты открывай. Ты посмотри. А ты открывай. Ты че стесняешься-то? Засыпали Лизу подарками, она застеснялась. О. С кейсом, да? По типу Airpods. Ну да, по типу Airpods. А теперь не только у Иры будет такие беспроводные. Мне тоже. Это папа выбрал тебе такой подарок. Я хочу откинуть. О, правда, дочек? А это что? А, это запасные эти штуки? Я не знаю, Лиза. Нет, не запасные. Нет, запасные. Я не знаю. Все, улыбаемся и машин. Тортик. Блин, я его с тыла снимаю. Ладно, сейчас мы это... Давайте, тихонечко, только шепотом. Папа спит. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Надо было фороскопить, наверное. Happy birthday to you. Виза. Happy birthday to you. Давай. Дуй. Желание не забудь задать. О, так легко и просто. Опа, тихонечко, тихонечко. А можно мне зажигать? А? Дайте мне зажигать. Ты хочешь зажигать? Желаний-то много, да? Для Миши. Миша, Миша, и ты будешь с Лизой забывать. А еще я хочу фокус показать. Они как раз такие. Иди. Они такие, как нужно? Лиза разрешает тебе. Ну, как хорошо, что они такие, как нужно. Загадайте. А я пока ножички достану. Ждой. Давай. Загадал, Ждонечко? Молодец. Молодец. Честно. Ну, тихо, загадай. Надо было сразу. Да. Видели все? А что? Повезла девчонок. Теперь к Вике в гости. Дам вам тынку. Ну, а потом они вместе пойдут на каратэ. Хотели они пораньше поехать и на тренажерах погулять. Ну, дома сидеть-то скучно. Но, блин, дождь. Дождь и холод. Поэтому с мамой и с Викиной договорились. Отвезла я их туда, к Вике в гости. Потом поеду забирать. Сейчас домой вернусь. Мишка раскалывается. Бабушка тоже отвезла уже. Саша спит давно. У него же 7-1. А вот. Мишке ролики разрешила смотреть пораньше. Чтоб он там папу не губил. Сейчас его перемещу на папин компьютер. Обыдненько смонтирую вам влог. Я утром не успела. Утром же приготовления к дню рождения были. Не до того было. Вот. Поэтому сейчас смонтирую. Наверное, отдохну немножко. Тогда иду Лизу забирать. Вот так вот день уже почти прошел. Уже вечер. У меня проблема. Мы вчера поменяли моторчик дворников на тот, который у меня стоял раньше. Предварительно его починили. То, что там в нем не работало, Саша починил. Короче, вот. Все. И они не реагируют вообще никак. Примерно так, когда мы ехали сюда, они сломались. Периодически начинали работать. Работают уже редко. Есть у меня подозрение, что там этот моторчик перегрелся. Что-то с ним не так. Но факт тот, что я не могу никуда ехать. Дворники стоят посередине стекла, никуда не двигаются. На улице дождь. Света живет в машине. Просто класс. Что делать? Вот как думаете, что мне в этой ситуации делать? Саша спит. Даже если он его разбудит, то он сюда даже приехать не может, потому что идет дождь. И на мотоцикле в дождь ездить опасно. Что бы вы делали в таком случае? Я пока пытаюсь придумать выход из создавшегося положения, чтобы хотя бы доехать до дома. Дорогу видно примерно вот так. Но если я поеду, и будут ДПСники, они меня остановят, потому что видимость видно, что у меня снижена. Тогда, когда у меня сломались дворники, мы были на трассе, мы пережидали дождь. Когда был сильный дождь, я протирала стекло. Знаете, такое вот штуку, как стекла моют. Коже, нам все-таки придется менять моторчик. Причем срочно. Пиздец. Где я не мутируюсь? Это зверек такой. Как мне до дома добраться, я не знаю. И дождь кончаться не собирается. Короче, я смогла их вернуть в положение вниз. Сейчас нет сильного дождя, поэтому сейчас быстренько дуем до дома. Люди добрые. Блин, тут еще поток такой. Что хрен. Мне надо развернуться. Я через город ехать не смогу. Блин, ребята, ну, пусти меня. Сэнкью. Мне налево надо развернуться. Сейчас, если честно, видно, конечно, плохо. О, заработали. А-а-а, мы заработали. Я молодец, я смогла протереть стеклом. У меня такое ощущение, что он перегрелся. Но сейчас у меня получилось. Короче, сильно много нельзя дворниками пользоваться. Света молодец. Света справилась. Сама справилась. Света довольная. Ну, я думала, что я там стоять буду. Ну, похоже, надо менять моторчик. Что-то с ним не так. Хотя, может быть, Саша найдет, что с ним не так. Ну, вроде как он сначала там припаял. Что-то... Мне кажется, он перегрелся. Он вообще горячий-горячий был. Я постояла, подождала немножечко. Потом слегка по нему постучала, и дворники вернулись на место. Метод научного тыка. Вернулись на место, я проверила, они не работают. А сейчас вот поехала. Сейчас вот получается. Супер. Дворники, давайте до дома доживем и заберем Лизу. А потом будем решать эту проблему. Я просто молодец. Я горда с собой. Я сама справилась. Правда, нет никакой гарантии, что я не встану еще раз. Надо с собой взять что-нибудь. Скребок. Сейчас пойду влог монтировать. Сегодня в кадр не попала. Сегодня Нина, подписчица, звонила, поздравляла Лизу. Ну, она с Низой разговаривала по моему телефону, поэтому я это даже заснять не могла. Лизка так застеснялась. Я говорю, вот. Тебя, я говорю, все любят, поздравляют. Завтра, говорю, опубликую влог про день рождения. Все будут тебе писать. Посмотрели вместе с Лизой и Викой ролик с канала, с Низаветкиного. Давний-давний, где ей 4 года, где она кривляется прикольно. Расхохотались. Развеселились все. Так, все. Я доехала домой. Без посторонней помощи. У меня работают снова дворники. Я, наверное, все-таки Сашу не буду будить. Пускай спит. Сам проснется тогда. Мы с ним договорились, что я его разбужу, когда за Лизой поеду. Я, наверное, за Лизой съезжу сама. Если встряну с дворниками, то возвращаться буду долго. Но надеюсь, что все нормально будет. Другой, как бы, даже если я его разбужу и возьму с собой, то вряд ли он это. Ну, ничего он не сделает сейчас под дождем. Это надо либо снимать его, проверять этот моторчик. Он, похоже, греется. Ну, вот. Будем использовать его аккуратненько. Ну, то есть не включать дворники на полную. Будем, как бы, протирать стекло. Поехал дальше протирать. Главное, чтобы не было противного дождя. Это будет очень весело. Все. Пошла монтировать влог. Не вышел сегодня. Потеряете же меня опять. Протоладавшиеся детки. Можно? Можно? Ну, ты все-то не забирай. Не за то, что захочешь. Я смотрю у тех, которые... Миша тортики решил хафнуть. Катюшка сушит. А знаешь, как я не на вкус? Ощущение как будто жареное еще из-за вот этой кортики. Вот это да, они и есть жареные. Лизе что-то не понравилось. То что, какой-то... Да Лиза наелась просто на тот момент. Поэтому оставь ее, она тоже поест. Лиза сейчас на тренировке. И я сейчас поеду ее забирать. Надеюсь, дворники меня не подведут. И я так и не перебрала холодильник. Но все это делать не буду. Я уже устала. Так, ну что. Подключаем вас на зарядочку. Как думаете? Слушайте, какая картинка чистая. Я поменяла стекло. Мне пришло новое стекло на экран. На камере-то я сзади давно поменяла. У меня в запасе было. А это оно дорогое. Я его, короче, поменяла только что. Явно лучше. Во всяком случае, я себя вижу лучше. Надеюсь, вам тоже нравится. О. Ну что. Дворники работают. Сильным сердцем от не будем. Поехали. К вам надо ехать за Лизой быстренько. Чтобы как минимум мы были с ней вместе. А там уже можно и застревать. Саша оставила спать. Что-то как-то я. Мы будем справиться самостоятельно. Если что. Надеюсь, два варианта. Либо ничего не случится. Либо, если что, я смогу справиться сама. Но дождь продолжает идти. Слушайте, надо в запас будет заказать такое же стекло, которое у меня сейчас прицеплено. Оно стоит 186 рублей. Оно хорошее. Оно хорошо нацепилось. Блин, дождь идет. Вот мне бы сейчас, чтобы он вообще не шел, было бы вообще замечательно. Ладно. Врубаем музыку. И кайфуем. Стараемся кайфовать за рулем. И не сломать дворники. Спасибо. Вот.